Вам будет представлен процесс создания интерактивных карт в программе Кликсенс. Для этого нужно зайти в режим редактирования, выбрать объект карта и перетащить на свободную область на листе. Далее требуется добавить данные в карту. Для этого нажимаем на кнопку «Добавить измерения» и выбираем поле с геоданными. В этом примере были загружены геоданные в виде полигонов, но также можно загружать данные в виде точек или маркеров. Как мы видим, данные загрузились, но фон остается пустым. Чтобы добавить карту, непосредственно на этот объект нужно зайти во вкладку «Пэкграунд» и переместить слайдер «Софна-Он». Как мы видим, подгрузилась карта от «Матбокс», которая является стандартной в Кликсенс. Теперь, чтобы добавить к карте информативности, нужно добавить какую-нибудь меру. Для этого можно перейти во вкладку «Филд» с поля и перетащить, например, численность населения на эту карту. Далее добавляем как меру и используем функцию «Сум», то есть суммируем по каждому региону. Как мы видим, теперь цвет региона отображает количество населения в этом регионе. Можно изменить стандартные цвета, перейти в вкладку «Опериенс», выбрать «Colors and Legend» и выбрать один из предложенных вариантов или настроить свой. Можно, например, выбрать вот этот вариант расцветки по классам. Карта является полностью аттрактивной, можем выделять определенные регионы для анализа. Например, с помощью инструмента «Лассо» выбрать какие-то регионы, подтвердить выборку и проводить анализ уже по ним. Здесь представлена карта и несколько графиков. Карта отображает события, а размер круга представляет тональность этих событий. Карта интерактивная и может взаимодействовать с другими элементами этого слайда. Например, если я выберу в качестве страны «Россию», карта отобразит события и тональность только на территории России. Можно пойти дальше и выбрать категорию, какое у него событие. Например, «Reject». Выбираем. И теперь мы видим события и их тональность на территории России по категории «Reject». На других элементах слайда мы можем увидеть также информацию по выбранным фильтрам. Также вместо этого можно использовать инструмент «Лассо». Для этого нужно нажать на карту, выбрать этот инструмент и выделить, например, британские острова. Теперь мы можем увидеть информацию по британским островам. Мы видим, какие категории происходили чаще, в каких странах было больше событий и так далее. Также здесь мы можем увидеть так называемую тепловую карту, где интенсивность света зависит от количества событий. Здесь также можно применять разнообразные фильтры. Например, выделить какую-нибудь группу стран и сравнить количество событий, например, между ними. Можно убрать эти фильтры. И так далее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...